Почему вы приехали на Северный Кипр? Когда вы приехали на Северный Кипр? И опять же, возвращаясь к первому вопросу, почему вы решили здесь остаться? Почему вы решили, что Северный Кипр станет вашей второй родиной? Я жил на Украине, в городе Днепропетровск. На Украине, в городе Днепропетровск, мне все было хорошо. В смысле финансов, в смысле карьеры, самореализации, самоуважения, друзей, семьи, здоровья. Все, что нужно было мне на тот момент, у меня было. Но были некоторые вопросы, которые, если посмотреть в свое будущее, которые меня не устраивали. Потому что одно дело, когда я был один человек сам по себе, а другое дело, это человек, который планировал семью, детей и задумывался о том, как я буду жить не просто один человек в этом городе, в этой стране, как будет жить моя семья. И мне эта перспектива не нравилась, ни с какой точки зрения. Я не хочу критиковать то место, откуда я приехал, но, объективно говоря, меня не устраивала ни ситуация экологии. Город Днепропетровск – это крупный промышленный город. Я не знаю, как сейчас, сейчас он по-другому называется. Днепр – наверное, до сегодняшнего дня самый богатый и успешный город, такой страны, как Украина. Соответственно, экология очень плохая, потому что очень много крупных предприятий, которые не модернизировались уже, наверное, лет сто, которые были построены еще до советской власти. Вот, очень плохая экология, очень большой уровень радиации, то есть нет ни чистой воды, ни чистого воздуха, очень высокий уровень стресса, потому что большой уровень, высокий уровень преступности уличной. Вот, если один человек, мужчина, может в этой ситуации как-то выживать, если ему этого хочется, то, когда появляется там менее защищенная у него члена семьи, жена, там дети, особенно маленькие дети, особенно, например, если дочка, то тут либо надо находиться с ними 100% времени, что невозможно, в принципе, чтобы как-то их защитить и оградить. Ну, а такие вопросы, как там чистый воздух, чистая вода, продукты питания, чтобы были экологически чистые, как их оградить, если мы живем вот в этом окружении, в этой среде. Это раз. Второе, мне не очень нравился климат. Мне хотелось ближе к морю, к солнцу, чтобы не было холодной зимы, гололеда, снега, метели. Это два. В-третьих, было желание все-таки жить по каким-то понятным правилам, которые бы соблюдались всеми членами этого общества, чтобы были законы, которые бы работали для меня, для моих близких, для моих соседей, для тех, кто стоит у руля в стране, кто не стоит у руля в стране, и чтобы мы могли спокойно жить по этим правилам, чтобы они всеми соблюдались. Такого тоже не было. К вопросам законов мы еще вернемся, но, конечно, не законов Днепропетровска, не законов Украины, а законов Северного Кипра. Окей. Опять же, вопрос преступности на тот момент на Украине стояли, я думаю, не только, я думаю, что во многих странах бывшего Советского Союза стояли очень остро. И если саму себя защитить можно было, ну, естественно, при условии, что как только ты себя защитил, нельзя выйти из дома без загранпаспорта и какой-то суммы наличных денег в кармане, потому что как только защитил, тоже надо постараться эту сторону покинуть навсегда, оставив все, что есть. Иначе за свою защиту можно потерять все остальное, что имеешь. Так сколько лет вы уже находитесь на Северном Кипре? Я приехал на Северный Кипр в 2003 году. Это я рассказал причины, почему. А почему именно Северный Кипр? Я думал об отъезде. Я так смотрел, тогда уже был интернет в 2003, я смотрел в интернете, я читал какие-то журнальные статьи, я разговаривал со знакомыми, которые уехали или ездили. Я думал, смотрел на карту мира, на глобус, смотрел на Южную Америку, понимал, что, во-первых, далеко, в любом случае родственники остаются, в любом случае какие-то связи остаются, хотелось бы быть поближе к тому месту, откуда я уехал. И, в общем, насчет уехал, я не говорю, что я уехал, я говорю, что просто отъехал от любимой родины на безопасное от нее расстояние. И отсюда ее любить, я вас уверяю, очень-очень комфортно. Лежа на пляже, на шезлонге. Она хорошая, подходит. Да, да, да. Чистейшее Средиземное море, чистейший воздух, приятные люди вокруг, хорошая еда. И отсюда можно любить родину очень комфортно. Поэтому Южная Америка не подходила далеко. Преступность очень высокий уровень во многих странах. По той же причине мы отметаем Африку и Азию. У нас остается, грубо говоря, Европа, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия из успешных благополучных стран, куда хотелось бы переехать и там жить. Вычеркиваем Австралию, Новую Зеландию, потому что если переехать туда, то нужно все связи порвать моментально. Не получится. Там другой часовой поезд, слишком далеко, не получится ездить в гости. Канада, я посмотрел на карте, Тундра и Тайга, тоже вопрос климата отметается. Да, Соединенные Штаты Америки, хороший вариант. Я почитал, можно туда уехать. Где-то лет пять своей жизни придется потратить, в лучшем случае, на иммиграционный процесс. Я посчитал, сколько жизни у меня есть в лучшем случае, что такое из них пять лет. Я подумал или что, что, пожалуй, нет. Значит, Европа ближе и оказалось не проще, оказалось еще сложнее. И тут меня пригласили, до этого я работал в сфере медицины, меня пригласили работать медицинским работником в одну из клиник Ирландии. Я уже согласился, а потом я забрался в интернет и начал читать об Ирландии, о том, что там солнца мало, очень много дождей, дома красят в разные цвета, чтобы хоть какие-то краски появились. Я подумал, ну вот я еще молод, у меня еще есть возможности начать свою жизнь не раз сначала, но почему-то я сразу буду соглашаться на какой-то компромисс. Пригласили один раз, пригласят и второй раз. И случайно в этом же интернете я увидел информацию о Северном Кипре. В общем, к Северному Кипру мы пришли методом исключения. Методом исключения, да. Я ничего не знал об этой стране, когда мне предлагали, мне не было большого желания сюда приехать, а потом вот методом исключения я просто подошел к маме и говорю, мам, я уезжаю в эмиграцию. А еще там полчаса назад я не знаю, как так? Я говорю, да, сейчас поеду, куплю билеты и уеду. Ну, так вот, как можно долго там ждать, принимать решение, я говорю, ну, если что-то делать, надо делать сразу. Я приехал, купил билеты на ближайшие авиарейсы, сел в самолет, собрал свои вещи, приехал сюда, на Северный Кипр. У меня не было 100%, я не знал ни одного человека здесь, я не знал здесь никого, я не знал, что это за страна, я просто приехал и сказал себе, нужно попробовать. Если у меня получится, я здесь остаюсь. Если нет, мне здесь может не понравиться, я могу не понравиться этой стране, значит, будем возвращаться и искать какие-то альтернативные варианты. Я приехал, я увидел, что море и солнце есть. Люди улыбаются. Опасностей нет вообще никаких. Я пришел в супермаркет с пакетом со своими вещами. Ну, его же нельзя с собой супермаркет проносить, надо оставить на входе. Я оставил и пошел за продуктами, за какими-то покупками, я забыл его. А вспомнил я там к вечеру, и я на следующий день только туда вернулся, а он где вот я оставил, там он лежал со всем содержимым. Ну, насчет преступности, да, надо сказать нашим телезрителям об этом тоже, что 2003 год это вообще здесь, можно сказать, было, ну не то чтобы деревня, но действительно гораздо меньше было людей, чем сейчас, в 2016 все-таки прошло 13 лет. Но тем не менее состояние именно вот с преступностью не сильно изменилось до сих пор. Можно забыть свои вещи в супермаркете, до сих пор можно забыть свой телефон где-то в баре или в ресторане, и поверьте, возвращают, ну в редких случаях, если что-то это происходит, то об этом даже пишут в газетах. Поэтому все-таки место у нас здесь маленькое и достаточно спокойное.